МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И так, у парней появляется гениальная идея, которая совершенно не приносит никакой прибыли. Выкладывают они свой альбом «In Rainbows» на свой же сайт, при этом говорят, друзья, вы можете скачать его совершенно бесплатно. Если вдруг вы хотите оценить его по своей стоимости, можете просто кинуть нам денежку и перечислить ее на определенный счет. Таким образом, представляете, настолько не окупился этот альбом совершенно, никто не хотел делиться деньгами. Мы хотим спорить, что в среднем 2,090 фунтов стеллинга они сделали на одном альбоме. Таким человеком 60% как раз не заплатили, а все еще заплатили. Они набирали деку кількість грошей и, кстати, могли отбить себя. Но при этом они сделали революцию, потому что до них почти никто такого не делал. А теперь они започаткували такую систему. Pay what you want. Это и есть то сенсационное открытие, которым сейчас пользуются многие артисти, так как хотят популяризировать свое творчество. И говорят, нам не важны наши капиталы. Нам важно быть вместе с вами на одной волне. А критики, при этом еще и слушатели, оценили действительно досконало этот альбом. Кажут, что «In Rainbows» – это один из лучших альбомов. Так, час разорвать шаблон. Новый бомбично-кокосовый «Нискафе 3 в 1» представляет микс креативных выноходов, фантастических гаджетов и кульных IT-проектов у стартап-шоу с «Нискафе 3 в 1» на М1. Саня, есть у меня одна подружка, которая купила себе второй альбомов специально для того, чтобы помещались все ее фотографии на гаджетах. Понимаешь, в одном уже не плавит, а на другом вот как раз она сейчас заполняет его своими селфиками. Как оказалось, Ай Клаус сейчас предлагает подобным блондиночкам расслабиться и не париться по поводу вложения материальных средств в новые гаджеты, так как теперь есть возможность сохранять свои фоточки в суперкачестве и в большом-большом размере. Так, левся це у хмарці, а самая превьюшка находится на вашем гаджете, таким чином вы заощарживаете как раз необходимый простир в вашем гаджете. Тем временем, после того, как мы посмотрели эти фоточки, пропоную проехаться. Справа того, что Uber запускается в Индии, причем незвычайным методом и способом, там можно ехать не только на кар, не только на автевти, но и на велорикшах. Так вот, велорикши можно их запросить и запрошить просто за помощью этого сервиса. До речи, там действительно, это достаточно количество велорикш, которые могут запропоновать вам свои услуги, и как раз это позволяет обеспечить всех работ, а вас быстрым транспортом. Конечно, ведь это самый доступный и самый дешевый способ. Я сейчас двигаюсь дальше, и я буду надеяться, что кто-то из вас, если это ответит на наш сложный вопрос в Векторине, дабы получить наши призы и подарки. И вопрос сегодня у нас такой. В каком же году была запатентована застежка молнии с зубчиками? Первый вариант в 1913. Второй вариант в 1963. Или же третий вариант, ну совершенно странный, в 2013 году. Давайте вспоминайте, как часто мы пользуемся. Аж две подказки были только на від лайки, тому, если вы внимательно смотрели на ней и на меня, то все понимали, как взять и забрать червеную жажку и запас кави от нашего спонсора. И мы находим два победителя, так что уже быстро приступайте к справе. А я приступаю к своей справе, а именно озвучивание тех гостей, с которыми мы сегодня общались. С червяной девушкой, которую зовут Светлана Нестеренко, мы общались. В первую очередь у стартапера должна быть идея, которая его мотивирует, не дает ему спокойствия, ну вот до дрожи в колено. А также мы вспомним, как мы издевались сегодня над нашими звездами. Так стыдно, но я точно знаю, что это, но это то, что модное. Бекарь. Фастфуда. Чайка даже одна Бейкер-стрит. Связана с биржей, что-то такое, нет? Нет, состоявшийся байкер. Муж Пегги, есть такая свинка в мультиках. Человек, наверное, который что-то отправляет назад. А вы баштами задоволены вырос облечья. Это не только тому же лавика порят, а это и тому же завтра пятница. И, конечно же, конечно же, мы будем рады вам сообщить, что после пятницы будут выходные, а значит, Саня будет улыбаться еще больше. Ще, ширше, так ширше, ширше. А мы с вами пока что по плану встречаемся завтра, а уже на выходные будем скучать по вам и писать новые интересные новости. Посмешки на ширине ваших плеч бажаемо и байкер. Байкер!